так мы продолжаем наш массаж сам мануальный массаж переходит делом массаж ног до сделали уже и зодицу бедро икроножные мышцы и переходим к стопам но цикла уже мышцами еще закончим добавить это понимаем соответственно более ставим перпендикулярно можно вложить сейчас можно сделать можно делать еще себе тряпочку полосенчика приподняли ногу и растянули относительно стопу отдельно от голени таким способом поджимали и нажимаем просто отрывается потом мягко положили на перепонки больших пальцев между большим красным пальцем пальцами растягивали дергали и покрутили одну сторону вы покачали и по спирали легонечко человек теряет чувство опоры еще больше расслабляется стопа можно учиться подъем тем что нажимаем бедро коленда и на себя стопу еще больше удержим теперь икроножную мышцу дополнительно положили стопу на плечо кому-то удобнее продавили вдоль не опустили и теперь техника рулинга рука вот так входит до мышцы загибаем вот сюда потом на себя до сюда следующий прием отодвигаем от голени куст голени идет немножко внутри смотри большая берцовая кость поэтому и так встаем от нее мясо и вот удобно сделать обоим руками захватывать такой и плотно тянем вниз всю ногу и кроножные мышцы проводят такой лимфодренаж плотно-плотно сделали теперь прием прищепка большой палец работает вот всех основных пальцев мы как будет внедряемся и отодвигаем опять же мясо от большой дурцовой кости сверху вниз движемся до чтобы лимфа по прежнему цикла сверху мест и деревне у нас только по диагонали так получается по 40 градусов вниз теперь любом так облаживаем обходим вокруг лодыжки с обеих сторон до из той с другой и вдоль мышц хорошо видно что есть ягодичная мышца а под ней ой тьфу ты и кроножная а под ней комбаловидная вот идет вот между ними уже пытаемся разъединить их пальцы очень сильно внутрь проминаем и теперь переходим к самой стопе значит сначала защемляем точки культурного тут надо вот этой косточкой упирают косточку с двух сторон вот они зажали продавили эти точки под ней продавили эти точки рисуем улыбку гуми плена сверху над сгибом снизу ноги сгибаются таким быстрым способом растираем это точки отвечает и вот это место зона отвечает за плавную сферу стимулируем человека дальше переходим к вращению стопы берем сначала заболем ниже лодышки вращаем относительно ее стопу раскручиваем резко внутрь потом наружу туда и туда теперь хватаемся за место чиколотки самой отдельно вот тут раскручиваем теперь хватаемся за пятку тут когда мы хватались снизу лучше руку держим потратнее на стопе и большим пальцем удерживаем пятку то есть вместе с пяткой как ракетку теннисную по теннису удерживаем с большим пальцем это тоже кстати что это ракетка и вот так же мы работаем повыше тогда спросили за пятку уже переносим руку вот сюда отдельно вот эти сочинения расшатываем потом переходим дальше потом вот здесь отдельно вот где плюс него кости большой палец расшатываем вот он вот чуть-чуть щелкнул и можно вставить большой палец это там где обычно знаете уже чаще чаще бывают на стопе выходит косточка вот эти вот плюс на кость вальбус как вальбус вот то есть мы смотрите что мы расшатываем сначала вот отсечения да потом вот эти вот кости ну и все называть нет смысла вот вот они плюс него кости да идут мы хватаемся то есть вот утро шатали получается вот утро шатали да хватаемся вот за вот эту часть и большой палец изначально изначально вот что значит вот сюда вот сюда выходит наружу мы расшатываем относительно нее большой палец уперлись своей рукой вот этой частью в косточку вот эту да и вытянув палец вставляем его в бок вот сюда ну конечно это можно сделать только на начальных стадиях заболевание это когда у нас ну что с пальцем мы вытягиваем не ставим в бок это в каком случае для здорового человека тоже неплохо если он туда загибается есть такое да у многих да вот я себе это даже сделал себе ставил вот смотрите тут пальчиком защемили да и почувствовали где соединяется косточку такая ямка будет вот эту ямку обошли чуть ниже вот сюда захватили и расшатали а потом делал и туда в бок вставляем теперь размяли все пальчики протерли их раскрутили их подкручивающими движениями если есть какая-то проблемка то берем палец и вот так вот все суставы крутим друг друга то есть должен почувствовать движение здесь здесь и здесь во всех трех суставах и теперь ну там много точек на пальцах не будем сейчас проходить и теперь такого делаем подвешенную выдерживаем пальчик его надо натянуть и поднимать вверх на себя и вверх и большой палец посерьезнее надо поступить сгибаем по 90 градусов и удергиваем на себя упор перенесли на боли вот теперь проверяем их в обратную сторону растираем поднимающие пальцы мышцы поднимающие пальцы продавливаем медленно вот туда и вот нужно найти до щелчка ну это вот как бы мягкая техника некоторых делают прямо вот так уберу и все пальцы ломают в эту сторону ну смотрите с каким человеком так может поступить с каким-то надо поаккуратнее понежнее далее некоторые с подагрой приходят ко мне пришел я запалил целом орал как там очень больно с подагрой теперь все вот эти мышцы которые между пыльными костями да между пальцами стараемся растянуть стороны разводим их разводим растягиваем растягиваем и плотно захватив стопу поворачиваем сначала в этой части подальше вот эти косточки спустишь у меня тут три сочленения раз два три ну там уже был шусть и в обратную сторону раз два три поплотнее плотнее и всем корпусом на заработать весь корпус если слишком много масла надо скользить да то соответственно это все надо сделать через тряпочку далее вот как раз место где проблема у кого продольно плоскостопие вот такое вот тут косточка достаточно болезненно с ними найдем разменяли и загибать стопу вот сюда и уперлись в большую руку запасили плотно пятку вместе со стопой чтобы она не двигалась делаем давление туда и наш палец вот эту косточку да куда-то на пальце мы загибаем ногу него сейчас еще раз расшатали но если просто столько поперечная мы проверяем как если соглашу большим пальцем они должны соприкасаться здесь соприкасается нормально если нет то скорее всего это какой-то из этих сильных пальцев он выходит вот сюда то есть пальцы вот они отсюда начинаются вот эти совершенения отдельно их друг от друга пальчики расшатываем разминаем вместо их начала и крепления потом упираемся в тот палец который вышел сюда да получается в данном случае вверх своими пальчиками да второй рукой сверху выдавить и на скручивание ноги можно поменять и продавили вот так ну кстати вот у него увеличилась даже еще больше насколько стало груз только что вот они еле-еле касались так так ну и теперь натягиваем за пальцы в обратную сторону стопу наклоняем на него прям со всей силы всей всем своим корпусом растягивать его замахило сухожилия и стараемся стереть от пяточных костей мясо поднять выше проходим его пальчиками плотно плотно проходим по наружной и внутренней стороне до конца до пальцев до здесь находится культурной точке но внутри у нас находится позвоночник вот этот голова вот и шейные позвонки здесь получается весь основной хребет идет поясница здесь копчик да вот эти точки еще раз можно промять акупунктурный пройдя по всему позвоночнику а внутри стопы у нас находится культурной точке всех внутренних органов значит нет задачи всех знать досконально да просто там по квадрату по такому кишечнику находится в токе кишечнику соответственно легкие глаза уши и глаза уши это уже на пальцах вот мы их соответственно примерно делим на такую клеточки в тетради да и каждую эту клеточку проминаем медном шарцу вдавливаю внутрь для ускорения я пальцем сразу делаю после точки быстрее пройти это спор начинается вот здесь нет и сухожилия заканчивается бугорок есть покажу вам вот 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 здесь вот обычно шишечка кольцин там всякие накапливаются они вот давят именно на нерв поэтому больно вот мы для практики эту точку продавливаем туда обратно в ту сторону и массируем ее разминаем такие вот резким движением невестного сильным движением глубоко кулачком протерли всю стопу опять же видите сверху вниз я это да пальцев вниз получается по телу вверх и переходим к другим умыванием приемам вправляем колено по 45 градусов ставим руку вдоль ноги да наши плечи находится упирается по 45 градусов раз расшатываем расшатываем голень и движение идет потовременно теперь наши рука переходит на середину бедра они только переходят на экватор самую верхнюю часть тому выпирающих часть пятки соприкасаемся с локтем чтобы она не ушла закрепили и вытягиваем стопу на него в сторону головы тоже может быть щелчок и мобилизация даже в нескольких местах далее и противоположные годицы не прислоняется здоровый человек почти прикасается здоровый человек должно касаться огонь вот так она потянулась впереди тогда кладем чуть сбоку и одной рукой держим да а другой рукой опять голень проходим отделяя мясо от костей проходим кулачком по половине мышцы по передней со всех сторон и локтем расплючиваем вот практически массаж ноги закончен всегда нам только остается остаточные приемчики пройти это значит кулачками бьем часто-часто-часто покинул сухожилию но не очень сильно тут уже можно посильнее так что перекидываем массу дополнительно и вообще все движения лучше в ту сторону делать я просто встал чтобы не спиной камень стоят вот протянули мышцы с вибрацией вот такой и завершили сеанс ну а мы с вами перейдем к отработке все на практике на натуре те кто нас смотрят они конечно многие нюансы не узнают многого не дополучат но тем не менее забудьте поставить лайки с вами был Олег Алабудин и наша школа академии телесно-анитерных практик до новых встреч до новых встреч и